Вооружившись стримерами и мешками для мусора, бригада рабочих МП благоустройства выходит на борьбу с высокой травой. Специалисты стригут газоны вдоль самарских дорог. На каждом участке бригада из четырех человек, два косильщика и два сборщика травы. Всего в городе 10-12 таких бригад. За смену им надо постричь более тысячи квадратных метров. Участки для покоса выбирают в зависимости от высоты травы. Покос зависит от высоты травяного покрова. То есть, когда травяной покров больше 10 сантиметров, мы приступаем к кашению. А вот к газонам в благоустроенных скверах требуется более деликатный подход. Специалисты специнстрой зелинкоза используют вместо тримеров газонокосилки. Лезвия в них настраиваются на определенную высоту и позволяют даже на большой площади оставлять после себя травинки одного роста. Также в них установлены мешки для сбора скошенной травы. В основном вот такими газонокосилками мы сейчас пользуемся. Там, где проведен ремонт скверов в прошлом году и позапрошлом году по программе «Городская комфортная среда». Покос травы – работа сезонная. Выполняют ее с мая по октябрь. В Самаре в зоне ответственности муниципальных служб более 2200 гектаров. В первую очередь стригут траву по обращениям жителей. Особое внимание уделяется и покосу аллергенных трав. Как только в городе обнаруживают место, где разрастаются, например, амброзия или полынь, туда направляют дежурную бригаду. В этом случае выходит бригада вне плана и конкретно скашивает данную траву. Она растет, можно так сказать, немного отдельно от общих травяных покровов. То есть семена данных растений, они являются очень живучими, они в состоянии храниться в земле годами. И поэтому реакция должна быть моментальной до момента возревания семян, чтобы эти объекты, растения были удалены. Газоны в Самаре стригут от трех до шести раз за сезон. Это зависит от погоды. Если лето выдается дождливым и трава растет быстрее, то бригады на покос выходят чаще. Андрей Горгуленко, Николай Сиверов. События. Продолжение следует...